МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я всех приветствую! Здравствуйте! Наверное, не только у меня сегодня ликует душа, ведь не за горами апрель месяц. Я на самом деле думал у тебя и думаю ликует душа, потому что сегодня суббота. Конечно, выходные я тоже люблю, но теплое время года я люблю куда больше. Поездка Ксении в Грецию сказалось на не самым, что ни на есть положительным образом. Нет, ты не понял. Я просто жду, не дождусь того момента, когда мы вновь выйдем на улицу. Ты имеешь в виду введение программы? Ну, конечно. Ждать осталось недолго, но сейчас самое время начать. И сделаем мы это вместе с Хондой. После выпуска модели Инсайт Хонда решила сделать не похожий на Тойота Приус гибридный автомобиль, созданный из чистого листа. Конечно, Приус ни в коем случае не выступал донором Инсайт, но визуальное сходство этих автомобилей уж слишком явное. Тем более, именно Тойота создала этот оригинальный и эклектичный изначально фасон своего первого гибрида. Одним словом, элемент плагиата со стороны Хонда присутствует. Но и в дизайне новинки с индексом CR-Z революции не случилось. Это купе наглядный пример того, каким путем Хонда ищет свою зеленую рыночную нишу. В остальном, этот автомобиль ничем не выдает свою любовь к экологии. Скорее, его дизайн дань моде угарных 80-х, когда иконой стиля компании Хонда выступала модель CR-X. То есть Z-ка вполне сойдет за обычный бензиновый автомобиль. Однако есть в этом купе одна особенность. Это первая Хонда, у которой блоки фар дополнены светодиодными габаритными огнями дневного света. Пожалуй, это все, о чем можно упомянуть, говоря про экстерьер CR-Z. Другое дело – внутренности купе с футуристичной трехмерной панелью приборов. Такую космическую архитектуру Хонда проповедует с момента появления модели Civic, что очень тепло встретил застоявшийся без ноу-хау мировой рынок. А еще CR-Z умеет показывать эмоции. Подсветка спидометра в зависимости от выбора режима движения, а их три способны менять свой фон. С обычного синего, на экономичный зеленый и на красный в режиме спорт. Возит эту двухдверную скорлупу четырехцилиндровый мотор объемом 1,5 и совокупный с ним электромотор мощностью 14 лошадиных сил. Суммарная мощность гибридной системы составляет 124 лошадиных силы и пиковые 174 ньютон-метра. Наиболее необычным является то, что этот дуэт дополняет шестиступенчатой механической трансмиссии. Но, как утверждает производитель, гибкость механизма силовой установки позволяет использовать ее с широким рядом трансмиссий, выходя за рамки стандартного варианта. Ксения, как ты считаешь, у тебя правильная посадка за рулем? Ну, я думаю, да. По крайней мере, я не лежу на баранке, уткнувшись лицом в лобовое стекло. Существуешь, я так в потоке наблюдаю и за водителями, и ужасаюсь. Очень большой процент в буквальном смысле лежит на руле, и в момент аварии их, наверное, просто подушками отстреливает. А как тебе та категория, которая опускает кресло максимально вниз, при этом сдвигается далеко назад и рулит чуть ли не фалангами пальцев. Так же, как и первое. Кстати, правильная посадка за рулем – это не только контроль за дорогой, но и вот возможность оперативного быстрого вмешательства в развитие любых событий на дороге. А еще, помимо всего прочего, это и здоровье. Обо всем в следующем сюжете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, после работы, когда вы очень сильно устали, хочется представить себя не в автомобиле, а дома. В уютном кресле с чашечкой крепкого кофе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только такая слишком вальяжная посадка чревата серьезными последствиями. Другая крайность – это псевдоспортивное положение рук на штурвале, которое использовалось гонщиками Формулы-1 в 70-х годах прошлого века. Прямые руки предполагают напряжение мышц, и, соответственно, движения могут быть сковаными и неточными. А таксистская посадка – ну как можно так ездить? Работать рулем совершенно невозможно. Вообще, любая посадка, отличная от правильной, напрямую влияет на вашу безопасность. И причем только в худшую сторону. А теперь в продолжении слов, сказанных Сашей и Ксенией, я постараюсь помочь вам с определением правильного и безопасного положения за рулем. Не думайте, что посадка может быть охарактеризована одними лишь словами типа «руки должны быть несколько согнуты в локтях, ноги, соответственно, в коленях, а спина должна быть чуть ли не под углом 90 градусов по отношению к бедрам». Правильное положение рук, ног и корпуса относительно рулевого колеса может быть определено градусами и миллиметрами. Например, угол отклонения корпуса назад должен быть равен 15-25 градусам, между бедром и корпусом 80-100, ну и так далее. Есть даже расстояние от подколенной впадины до сидения. Идеально, если это будет не более 4-6 сантиметров. А теперь я покажу вам, как можно достичь этих величин без применения транспортира и рулетки. В принципе, правильное положение достигается в 4 этапа. Как правило, я начинаю с определения положения ног относительно педалей, потому что педальный узел в автомобиле не зыблен. Если, конечно, в руках у вас не американский внедорожник, ведь Янки любят снабжать этот элемент сервоприводом. Но обычно в таких случаях отсутствует регулировка рулевого колеса по вылету. Итак, левую ногу подсуньте под педаль сцепления, если она есть. Правую – под педаль тормоза. И предвиньте кресло так, чтобы ноги были чуть согнуты в колени. После этого попробуйте понажимать на педали. Если все сделано правильно, то вам должно быть комфортно. А высота сидения определяется так. Ноги должны иметь надежную точку опоры и в то же время не свисать с кресла. Второе. Положите руку на верхнюю часть руля. Запястье должно быть на ободе. Кисть свободно свисает. Затем поднимите спинку так, чтобы лопатки были плотно неизвежаты. Затем просто возьмитесь за рулевое колесо, лучше закрытым хватом, в местах, соответствующих 10 и 2 часам. В этом случае руки согнутся в локтевых суставах и примут правильное положение. Если руль настраивается в вертикальной плоскости, то понадобится еще и эта регулировка. Рулевое колесо должно принять как можно более вертикальное положение. Но и здесь не обойтись без компромисса. При вращении рулевым колесом вы не должны себя задевать. И в то же время обод не должен перекрывать показания приборов. Вот, теперь правильно. Но и это еще не все. Пристегиваю ремнем безопасности и включаю самую дальнюю передачу. Рука не должна к ней тянуться, но здесь стоит вариатор, поэтому в данном случае этот пункт не столь актуален. И последнее. Зеркала. Они настраиваются так, чтобы было видно максимум информации, но в то же время должен быть виден краешек вашего автомобиля. Это поможет легче определить расстояние до других транспортных средств. Ну а в движении можно доработать нюансы. И следите за тем, чтобы при вращении рулевого колеса на любой угол лопатки были плотно прижаты к спинке. Да, чуть не забыл. Смотрите прямо перед собой и не склоняйте голову. Так как если голова образует с позвоночником единую вертикальную линию, то именно в этом случае наиболее качественно работает вестибулярный аппарат. Посмотрите, какие литролисты. Практически прямо. Я, кстати, не готов идти на такие жертвы. И тем не менее, моя посадка недалека от идеальной. При этом хочу заметить, что оценивая эргономику, мы всегда исходим из правильной безопасной посадки и доступного диапазона регулировок как водительского кресла, так и рулевой колонки. Поэтому упрете в адрес неправильно оцененной эргономики какого-то определенного автомобиля нами не принимаются. Ну а теперь небольшой комментарий для автолюбителей с больной поясницей. Тем из вас, кому не повезло с креслом, с автомобильным креслом, можно только посочувствовать. Здесь есть определенная проблема. А дело в том, что не каждое кресло, оборудованное поясничным упором, может предостеречь от нарастающей боли в нижнем отделе позвоночника. И если это случается, то, конечно, это серьезный промок эргономистов. Во всяком случае, среди тестируемых автомобилей мне попадались и такие, где поясничный упор поддерживал не поясницу, а врезался чуть ли не в пятую точку. Но не в этом случае. Здесь все в порядке. Конечно, если бы у разработчиков таких неправильных кресел болели бы поясницы, не дай бог, то совершенно точно претензий такого рода удалось бы избежать. Что можно посоветовать, допустим, в продолжительной дороге? Если поясница начинает болеть, не дожидаясь острой боли в пределах правильного положения, меняйте угол наклона спинки. Меньше – больше. Распределение веса тела в кресле будет меняться, а вместе с этим будет меняться и кровоток. Конечно, это не панацея, и далеко не всем сможет помочь. Но, возможно, такой прием позволит снять напряжение в пояснице. Если боль не уйдет, то нужно остановиться, опустить спинку кресла, расслабиться и постараться сделать себе массаж. Может быть, даже некоторое время полежать на кулаках. Единственным препятствием для этого приема могут быть механические настройки кресла. Потому что, конечно, если у вас болит поясница, острая боль в спине, то регулировать кресло вы вряд ли сможете. С электрическими – все проще. Особенно, если кресло оборудовано памятью на несколько положений. Как вы помните, совсем недавно на автосалоне в Женеве состоялась премьера обновленной линейки модификации «Шкода Фаби» и «Румстер». Мы тогда говорили о том, что в конце этого месяца более подробно расскажем про эти изменения. Ну и вот, собственно, этот момент наступил. Для этого я слетала в Грецию, где состоялся международный тест-драйв и где мне довелось поездить на этих автомобилях. Сейчас я не буду тебя мучить дополнительными вопросами, а предлагаю сразу перейти к твоим греческим смакованием «Шкоды». Храм Посейдона – это знаковый объект для фотографий многих туристов, побывавших в Греции. Он был построен еще в V веке до н.э. и с тех пор немало повидал у подножия своих могучих колонн. И сегодня, став жертвой своего собственного любопытства, я привезла ему очередное творение рук человека. Это обновленная «Шкода Фаби». И именно здесь, на территории этого античного государства, Фабиа получит мое благословение. И что примечательно, это не единственный повод для того, чтобы ступить на территорию экономически лихорадящей страны. «Шкода» привезла сюда целую серию обновленных «Фабиа», а также «Румстер». Кроме известных модификаций, появилась еще одна версия, которая продолжает известную линейку «Скаут». Традиционные доспехи, которые включают в себя неокрашенные элементы бамперов и широких молдингов по кругу, придают моделям «Фабиа» и «Румстер» харизму внедорожников. Такие автомобили не только для людей практичных, но и для тех, кто находит такой стиль наиболее рациональным. И к этой категории я готова отнести и себя. Еще в Женеве я прониклась черным силуэтом «Фабии Скаут». Тем не менее, мой сегодняшний выбор пал на ярко-красную зажигалку в комплектации «Спортлайн». И дело вовсе не в максимально богатом оснащении, а в том, что, в отличие от «Скаут», обычная «Фабия» станет доступна покупателю уже в июне. А с харизматичной версией придется подождать. Ее российская премьера состоится лишь в августе на московском автосалоне. Оформление передней части автомобиля – это как женский макияж. Он может быть ненавязчиво простым, а может характерно усиливать образ. И до недавнего времени «Фабия» являла лицо провинциалки. Сегодня это уже светская особа. Глаза. Они готовы сказать о многом и всякий раз о разном, в зависимости от того, как они подведены. За их выразительность несет ответственность рука, которая держит карандаш. То же самое относится и к дизайнеру, своего рода автомобильному стилисту. Именно от него зависит ширина и проникновенность взгляда автомобиля. Если внимательно присмотреться к внутренностям новых блоков фар, то легко заметить, что зрачки линз ближнего света «Фабия» от переносица решетки радиатора переехали к крыльям. А на их месте теперь лампы дальнего света. Такой косметический прием потянул за собой уголки фальш-радиаторной решетки, которая стала шире и уже. Ну, а самое очевидное – это бампер. У него теперь единый сектор воздухозаборника, прямые горизонтальные линии без подштамповок, большая и стильная оптика противотуманок, а также черный аэродинамический язычок в нижней части. Посредством таких приемов дизайнерам удалось не только визуально занизить «Фабию», но и восполнить недостающую ранее ширину. В итоге автомобиль стал не просто обновленным в передней части, а солидным с точки зрения позиционирования в «Б-классе». К внешним изменениям стоит отнести новый дизайн витых дисков и три новых цвета окраски автомобиля. Все остальное прежнее – это практичность и универсальность данной модели. Интерьер «Фабии» – это точная выверенность всех элементов, а также немецкая педантичность. Под стать Ростеном и «Фольксваген». Но раньше не хватало стильных штрихов, которые бы оправдывали такую строгую архитектуру салона. Теперь все иначе. Холод хрому, он заметно разрядил атмосферу в салоне. И только сейчас практичная сторона «Шкоды» вывернулась наизнанку. Оказалось, что ансамбль из блестящих вставок, фигурных опоясывающих кантов и подчеркивающих линий очень здорово сменяет искусственную застенчивость чешского интерьера. Конечно, сделай эти вкрапления на прежней панели, говорить о гармонии не пришлось бы, но здесь новый удобный руль, доска приборов, блок климат-контроля, а также музыкальное головное устройство или экран полноценной 5-дюймовой сенсорной навигации. Немного, но и этого вполне хватило, чтобы атмосфера салона наполнилась заметной новизной. И даже такая мелочка, оттесненная хромом макушка селектора КПП, уже повод для восторга. К сожалению, среднестатистический российский покупатель «Фабии» не до конца устраивает маркетологов «Шкоды». Вот, к примеру, этот новый турбированный мотор «ТСАИ» объемом 1,2 мощностью либо 86 лошадиных сил, либо 105, в Россию пока поставляться не будет. Чехи уверены, что простота безнадумных моторов более привлекательна для россиян. И в этом есть доля правды. Тем более старый 4-цилиндровый 1,6 развивает те же 105 сил, что и новый двигатель. Другое дело, что нет смысла смаковать тяговые характеристики мотора с турбонаддувом, а также улучшенные показатели экономичности и экологичности данной силовой установки. Потому что российский покупатель «Фабия» инертен, экономию в полтора литра бензина на сотню не оценят, а на экологию вообще плевал. Вот и получается, что самая прогрессивная в обновленной «Фабии» останется под капотом версии для западноевропейского рынка, а к нам попадет, возможно, гораздо позже, либо с уходом на пенсию мотора объемом 1,6. Это же касается и новой 7-ступенчатой роботизированной трансмиссии «ДСГ», которая сочетается только с новым 1,2 «ТСАИ». Соответственно, этот скорострельный агрегат для ленивых также не будет доступен российскому покупателю. С другой стороны, прежний шестиступенчатый «Тептроник» в сочетании с мотором 1,6 по-прежнему способен ублажить любого клиента «Фабии». Но что касается меня, то любую разновидность автоматического переключения передач в маломощном автомобиле я воспринимаю как бестолковый излишек. Куда приятнее искать эмоции в ручной смене скоростей. Еще несколько лет назад объем двигателя 1,2 звучал бы как приговор. Но современные технологии позволяют динамично ездить во всем диапазоне тахометра, начиная с низов. Неплохо. С таким спевшимся трио, как мотор, турбина и пятиступенчатая механика хочется ехать только по дороге, изобилующей поворотами, где, подоткнув на входе пониженную, под загрузкой ведущих колес, «Фабия» упрямо держит быструю траекторию. Впрочем, этот хэтчбэк хорош и с атмосферными моторами. Тот же 1,4 способен не только быстро и экономично возить, но и подстегивать к динамичному вождению приятным баритоном двигателя в зоне максимальных оборотов. 1,6 – это уже другая песня, и ее правильный мотив начинается с аккорда механического включения первой передачи. Но, опять же, это мое сугубо личное мнение. «Шкоди» утверждают, что широта технических инноваций в обновленной «Фабии» выходит за рамки обычного рестайлинга. И не согласиться с этим невозможно. Этот чешский производитель постепенно отходит от стереотипа сугубо практичного автомобиля за доступные деньги. Главное, чтобы все эти нововведения не утяжелили стоимость обновленной «Фабия». Но этот вопрос пока остается открытым. В начале этого месяца мы показывали тест «Рено Сандера», который Саша провел в Эстонии. Наверняка многие знают, что выпуск этой модели уже стартовал на «Автофрамосе». Собственно, как и продажи. Любой желающий может приобрести этот хэтчбэк, собираемый на укороченной платформе «Логан». Ну, а сегодня мы оценим данный автомобиль в сравнении с «Одноклассниками». Теперь шестым местом довольствуется утонченная восточная красавица «Мазда-2». Производитель с душой поработал над экстерьером, но утруждать себя поиском качественных материалов отделки салона не стал. Если водителю придется по вкусу удачная эргономика, то этого нельзя будет сказать о пассажирах. Им будет довольно тесно. Однако, благодаря азартному поведению двигателя, высоким ходовым свойствам и соотношению ценок, качества, этот хэтчбэк сохраняет место великолепной шестерке. По крайней мере, пока. Теряет одну позицию и вспыльчивый итальянец «Фиат Гранде Пунта». Турбированный 1.4 в паре с шестиступенчатой механикой позволяет получить желаемую порцию адреналина. Автомобиль обладает почти эталонной управляемостью и даже на потере устойчивости реагирует спокойно, оставляя шансы для исправления ситуации. Жестковатые подвески, тем не менее, предлагают солидный уровень ездового комфорта, правда, на гладком и ровном асфальте. Но с плохим качеством российских дорог не справляются. Слабая шумоизоляция и высокая цена также не относятся к сильным сторонам этой модели. Четвертое место за новичком турнирной таблицы. Горячий французский пирожок для России «Рено Сандеро». У хэтчбека есть свои козыри для завоевания любви и популярности среди непритязательных автолюбителей. Для привлечения внимания молодого поколения инженеры поэкспериментировали с внешностью донора. Получился доброжелательный и улыбчивый образ. Однако внешность, как это часто бывает, обманчива. Внутри «Сандеро» полностью повторяет рестайлинговый «Логан». Потеря 4 см в базе относительно седана, конечно, отразилась на внутреннем объеме. Но благодаря увеличенной ширине автомобиля его нельзя назвать тесно. Начинка с технической точки зрения также полностью аналогична «Логану». Три двигателя на выбор и механическая трансмиссия, которую в конце года дополнит автомат. Цены на «Сандеро» начинаются с отметки 319 000 рублей. Ни один из представленных в шестерке конкурентов не может похвастать подобным предложением. Тройка призеров сохранила свои позиции. Бронза за одним из самых дорогих представителей в этом классе – Peugeot 207. Невзирая на постоянную работу дизайнеров над внешним видом, он продолжает сохранять общую стилистику предыдущих поколений. С каждым разом легкий рестайлинг тонкими стряхами заставляет маленького львенка взрослеть и становиться еще более агрессивным. На сиденье второго ряда довольно-таки тесно, а низко нависающий потолок над головой не прибавляет комфорта. Зато в «Активе» у 207-го надежная управляемость в сочетании с завидной плавностью хода и большой выбор различных комплектаций. Серебро за компактной и ультрасовременной моделью «Форд». Как и Peugeot 207, «Фиеста» не балует своих пассажиров свободным пространством в ногах и над головой. Задний диван не трансформируется в ровный пол, да и багажное отделение меньше желаемого. Зато едет «Фиеста» очень интересно. В «Активе» надежная устойчивость, управляемость и хорошая плавность хода. Тем не менее, недостаток функциональности и главным образом высокая стоимость этой модели не позволили нам отдать ей пальму первенства. А золотым призером великолепной «шестерки» на сегодняшний день является «Шкода Фабия». Наиболее практичный из всех автомобилей в нашем рейтинге. Эргономика водительского места хуже, чем в «Фиесте». Зато как правое переднее кресло, так и галерка обладают достаточным уровнем комфорта и свободного пространства для пассажиров. Полное отсутствие дизайнерских изысков интерьера производитель компенсировал дорогими материалами. А трансформация салона, кстати, лучшая в классе. По ходовым качествам «Фабия» немного уступает «Фиесте». Она не вызывает особого желания, очертя голову, атаковать повороты. Да и отсчитывать километры на скорости, превышающей 130, тоже не хочется. Но надо сказать, что сегодня в непростых условиях кризиса базовые модели от «Шкоды» не только по функциональности, но и по соотношению цена-качество являются наиболее выгодным предложением в классе. Если кто-то интересуется, но в силу каких-то причин сомневается относительно Сузуки с Х4, то ее обновление дало нам повод в очередной раз поездить на этом автомобиле. Об этом в ближайших программах. Так же, как и о новом Volkswagen Touareg, тест которого мы провели в итальянской Флоренции. А теперь несколько слов о нашем интернет-видеопортале «Кардан Ивал». Поверьте, ждать осталось совсем немного. Его запуск состоится в первых числах апреля, ну а более точную информацию мы сообщим уже в следующей программе. А пока по всем вопросам пишите на нашу электронную почту info.sobaka.kardan-вал.tv На этом все. До свидания. Всего вам хорошего и удачи на дорогах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА